О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В Нижегородской ярмарке состоялась встреча министров экологии стран БРИКС. Расширенная диспансеризация для участников СВО проводится в госпитале ветеранов войн. В особой экономической зоне Кулибин появятся новые предприятия. Мероприятия с участием стран БРИКС в Нижнем Новгороде продолжаются. Министры экологии Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, а также делегации Ирана прилетают в Нижний Новгород навстречу глав природоохранных ведом стран БРИКС, который пройдет завтра на Нижегородской ярмарке. Вот так хлебом с солью встречали министра экологии и природных ресурсов Российской Федерации Александра Козлова. Губернатор Глеб Никитин также уже встретился с вице-президентом, главой департамента окружающей среды Исламской Республики Иран Саладжигей Алисом и министром экологии окружающей среды Китайской Народной Республики Хуаном Жинцю. Главная тема беседы – сотрудничество. К примеру, Китайская Народная Республика – один из ключевых торгово-экономических партнеров Нижегородской области. Особое внимание мы, конечно, уделяем всестороннему сотрудничеству Китайской Народной Республикой. Мы единственный регион Приволжского федерального округа, который установил сотрудничество со всеми китайскими регионами Волга-Янзы. Наши муниципалитеты имеют 10 побратимов Китая, при этом 6 у столицы нашего региона, у Нижнего Новгорода. Николай Цыганов проходит реабилитацию в областном неврологическом госпитале. Совсем недавно вернулся из зоны специальной военной операции. Комплексное стационарное лечение для Николая началось с прохождения диспансеризации. Сейчас приступили к иглукалываниям, электрофорезу и массажам. Все отлично. И спина сейчас, и плечи, ноги. То есть полностью у тебя весь функционал лечится. То есть полностью. Начинает головой, гончая пятой. А это экспериментальный чудо-аппарат. Инфракрасное лечение помогает снять головную боль и невроз. Как вы себя чувствуете? Какие ощущения? Ощущения? Дискомфорта нет? Нет, никакого. Все нормально? Все отлично. Курс выздоровления 21 день. Подходит к концу. Скоро Николай на выписку. А вот Андрей Шальнов только приступил к прохождению диспансеризации. Анализ крови, ЭКГ, посещение стоматолога. Часть здоровья осталась. Немножко года уже. Я уже просто решил узнать, в каком состоянии нахожу физическом. Ну, проблема тоже небольшая есть, надо решать. Для расширенного обследования поможет новое оборудование. В медучреждении появились рентген-система и УЗИ-аппарат. Техника закуплена на средства областного бюджета. Общая стоимость почти 16 миллионов рублей. Мы рентгеном абсолютно необходимы по стандартам и по показаниям. Это позволяет и при госпитализации больных, у которых нет обстоятельств у нас, так и при любых неврологических заболеваниях. Благодаря такому оборудованию пребывание пациентов станет еще более комфортным. В день проходит более 150 больных. Служба информации Юлия Чернова, Ренат Бекбаев. Особая экономическая зона Кулибин скоро пополнится тремя новыми предприятиями. Экспертный совет рассмотрел вопрос о включении новых резидентов. К примеру, ООО «Вертекст Эко-решения» планирует построить предприятие по производству бытовой химии и гигиенической продукции. На предприятии запланирован выпуск средств для стирки и уборки, косметических и уходовых средств для тела и многое другое. Объем инвестиций составляет более 7,5 миллиардов рублей. Благодаря производству появится 560 новых рабочих мест. Еще одно предприятие намерено создать комплекс по выпуску теплообменных аппаратов и металлообрабатывающего оборудования, которое используется на промышленных производствах. Объем инвестиций проекта более 388 миллионов рублей. Будет создано 27 рабочих мест. Еще в планах организовать производство ресиверов для сжатого воздуха и инертных газов, генераторов азота и модульных компрессорных станций. Продукция сможет обеспечить временное хранение, регулирование поступления и отдачу в систему сжатого воздуха, азота и газа. Объем инвестиций более 200 миллионов рублей. В планах создать 39 рабочих мест. Радует то, что все три проекта с точки зрения потенциальных заказчиков, то есть рынки сбыта, полностью понятны. Они понимают, что после того, как они производят эту продукцию, для кого эта продукция будет производиться, кто ее будет покупать. Очень важно, что помимо импортозамещения, два из трех проектов будут пользоваться активно различными программами государственной поддержки. Мы рады, что мы разные, мы рады, что инвесторы, приходящие к нам, они работают в таких серьезных, нишевых, технологичных форматах. И для нас, критически, конечно, важным является выход на стопроцентное заполнение площадки, чего мы ожидаем, ну, наверное, до конца года, года. Могу это уже анонсировать. Внимание! Новые знания и колоссальная поддержка. Для жен, матерей, дочерей, ветеранов и участников СВО теперь открыт первый женский клуб в Нижнем Новгороде. Работает он на базе регионального филиала Фонда защитники Отечества. Клуб помогает женщинам разных возрастов справиться с непростыми ситуациями и найти себя. А программа формирует с исключительной запросов участниц. Планируются тренинги по тому, как распознать ложь, по самопрезентации, по тренинге по макияжу, по прическам. То есть, в первую очередь, то, чем будет наполняться клуб, его событийная повестка, зависит от тех, кто в этот клуб входит. Они ее формируют. Главное и важное – чувствовать, что ты не одна, что тебе помогут, что именно твою индивидуальную ситуацию решат с таким интересом. Ну а мы всегда готовы помогать. Запросы о создании женских клубов поступают ежедневно. Сейчас сообщество уже есть в Нижнем Новгороде, а также в Семеновском, Кстовском, Балахнинском и Павловском округах. А до конца года планируется, что будет открыто 52 женских клуба. Создание таких объединений – одно из ключевых направлений проекта «Женское движение Единой России». А еще женщинам помогают в сфере политики, здоровья, предпринимательства и многих других. Саморазвитие и самореализация – то, что хочет каждая женщина. Это те направления, которые мы имеем возможность дать благодаря тем командам, которые работают в регионах и благодаря тем активным женщинам, которые к нам присоединяются. За круглым столом в штабе общественной поддержки подвели конкретные итоги реализации проекта в регионе. Там обсудили успешные практики, в том числе по направлению «Моя наставница», где Нижегородская область показала себя успешно. Само женское движение Нижнего Новгорода – это серьезный очень проект здесь. И проект, который не только востребован на уровне страны, а он презентует нашу страну в целом ряде направлений. И такой, например, проект, как «Женское наставничество», я считаю, что Нижний Новгород – лидер. Женское движение «Единой России» – проект, хоть и молодой, но уже объединил сотни тысяч женщин по всей стране, которые вдохновляют и мотивируют друг друга. Служба информации Анастасия Соколова, Алексей Завылов. Расширить перечень грантовых номинаций для поддержки молодых ученых и предоставить аспирантам льготу на проезд в общественном транспорте – такие инициативы выдвинули молодые парламентарии на втором заседании молодежного парламента при законодательном собрании. Как отметил председатель законодательного собрания Евгений Люлин, новые меры поддержки ученых могут стать стимулом для развития молодежи в научной сфере. Программа работы молодежного парламента 8-го созыва – насыщенная. Образование, встреча с наставниками, выездные мероприятия. Мы разработали вместе с РАНХИ специальную образовательную программу. Она состоит из шести блоков основных. Это и проектные работы, это развитие по развитию личности, это умение работать в медиа и социальных сетях, это умение работать в коллективе, многие другие навыки, которые необходимы не просто молодому парламентарию, они необходимы любому человеку. От молодежного парламента я жду очень продуктивной работы. Сегодня мы избрали заместителей председателей и председателей комиссий. То есть фактически весь наш состав, он собран и начинает свою работу. Как вы видите, мы уже на первом заседании рассмотрели две законодательные инициативы. Надеемся, что в следующий раз рассмотрим еще больше предложений. Наши парламентарии энергичные, активные, жаждущие стать новаторами в области молодежной политики, развивать молодежную политику на территории нашего региона, в сфере спорта, здравоохранения, образования и многого другого. И, разумеется, это очень хороший стимул для будущей профессиональной карьеры. Редактор субтитров А.Семкин